всем привет всем привет вы на канале семья выда савян и мы с милан очка хотим сегодня распаковать вот такую вот раз прекрасную долгожданную нашу кофе машину полностью автоматическую в общем чуть ли она сама не приносит тебе кофе в постель мы заказывали эту кофе машину в медиамаркет в наличии и не было все это дело под заказ сегодня позвонили сказали что машина приехала готова называется фирма delonche и моделька у нас идет сейчас скажу динамика модель динамика и более подробную информацию я закинул в описании этого ролика так сейчас мы будем это все дело распаковывать и и попробуем сделать копию цену на машину модельку как я сказал это все дело в описании ролика так в комплектации сразу видно вот стандартный сайт стандартный набор тут идет всякие бумажки чеки вот такая толстая книжечка в которой можно будет посмотреть полностью всю инструкцию как что варится и так далее это мы будем соли изучать плюс если я не ошибаюсь то это итальянская фирма и здесь идет пять лет гарантии это очень хорошо если вы хотите знать сколько в принципе гарантии настолько эта машинка сто процентов рассчитана а потом как получится я там поспрашивал консультанта у него были клиенты которые брали данную машину и машина довольно долго и не просто живут так потом есть вот такой вот эко декал это чистящее средство применяется один раз полгода чтобы в машине машину прочистить от накипи бесплатно одна упаковочка на один раз наверно да или на один раз или просто можно эту жидкость использовать тоже посмотрим сколько так как прогоняется вода там естественно всякие осадки накид чтобы ее зачистить и так комплектация и еще 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 я не знаю что это забыл еще какая-то трубочка вот если честно не знаю что это а я понимаю понимаешь в общем что-то ребята что-то посмотрим почитаем до ложечка такая кисточка это я думаю что для очистки всяких там кофейных остатков но это верно ложка конечно же так это все дело мы убираем так дальше идет у нас ну это чтобы нам подключить все это дело в сеть сетевой кабель так сказать все я здесь провел подключил розеточку сейчас мы это дело подключим так пока сюда да и самое важное здесь кстати очень удобно сделали такие вот ручки присутствуют за счет этих ручек можете вытащить в машину вот так убираем одну часть нужно будет ее положить так быстренько избавляемся пакетика вот таким образом смотри здесь грелки грелки там мелочкой заливается молоко здесь отдельно вот такой контейнер для молоко который можно контролировать это идет у нас контейнер для воды мы его заполним отдельно это раз вот это да достань оттуда вот так потом здесь идет сейчас мы посмотрим как это работает вот достается здесь остатки кофе убираем а это идет у нас слив кофе делается и бывает иногда может быть что-то куда-то проливается всякое бывает вот это все дело можно промыть это идет металл так смотрите из чего это дело все состоит сейчас попробуем это разобрать на части получается открывается вот эти части раз достается для воды отдельный контейнер для молока здесь идет регулировка пены вот насколько будет пениться молоко то ли просто там горячий то ли ну в общем насколько пена будет подаваться и здесь клин еще есть это чистка идет вот как раз таки вот эту чистку используют чтобы прочистить в общем мы здесь паром проходит и прочищается от остатков молока потом здесь сбоку сейчас это дело обратно задвинем сбоку есть важное местечко это сердце вот так вот зажимается вытаскивается отсюда проходит кофе и здесь иногда остаются вот эти остатки кофейные сыпется вот как раз таки здесь нужно чистить как мне сказал специалист чистка производится там не знаю две-три недели раз и вот здесь вот металлическая сеточка мы рассматривали еще модельку bosch посмотрели в общем разницу больше здесь идет пластмасс тут идет металл так что мы остановились на вариантики все это дело закрывается сзади это тут подключается шнур так питание у нас идет это питание тут кнопочка подключения в принципе сзади больше ничего такого важного нет раз это у нас контейнер для воды контейнер защелкивается в принципе здесь очень легко и просто вот здесь вот как милана говорит есть ручка легко цепляется легко достается легко защелкивается также вот вот этот капучинатор или молоко а тут когда первый раз включаем мне там консультант сказал что при включении нужно будет включить вот такой вот приборчик не прибора приспособление это на первое включение чтобы прочистить водой заливаем воду подключаем выбираем меню в русский язык и он попросит сделать в общем чистку а потом только это убирается уже ставится вот это для молока так здесь кнопочка включения дисплей идет как вы видите электронный и здесь много вариантов есть экспресса капучино латте потом какой-то латте макиято если я не ошибаюсь более подробненько в других обзорчиков будет сейчас так поверхностно и еще есть какой-то вот дринк меню по которому можно по выбирать так дальше что мы просто видим а вот как бы на первый взгляд здесь есть отверстие чтобы сыпать кофе у нас вот такой вариант на данный момент у нас карт но и вот такой вот кофе дорогое кофе вкусное кофе будем пробовать разные варианты соли тестировать вот но это идет молота если у вас молотая кофе то закидываем сюда вот если у вас идет не молотая в зернах то уже закидываете сюда тут уже встроена кофемолка это кофе ну на будущее мы будем уже покупать я думаю что только в зернах потому что намного вкуснее пить зернах так как зерно хранит весь вкус весь аромат кофеин все там и когда вам нужно будет вы включаете идет перемолка и все что нам зернышки именно в этот момент будут ваши чашки а тут уже это все дело как ни крути испаряется так и здесь же такой вот есть рукояточка где можно контролировать насколько будет у вас кофе помол потому что разный помол бывает крупные мелкие зависимости для чего это вам нужно и у меня предупредил еще такой момент вот крутить можно вот эту рукоятку только во время когда перемолка идет вы запускаете у вас кофе готовится да вот начинает кофемолка дробить и именно только в этот момент можно крутить и выстраивать там допустим среднем помол просто когда нельзя в общем щелкать не знаю насколько это так мы почитаем но так сказали в общем попробуем так но в любом случае у нас сейчас молота так ну в принципе здесь все сейчас мы это все дело нужно будет водички принести сейчас мы принесем воды и продолжим ролик и так водички мы принесли сейчас заполним бачок и посмотрим что у нас из этого всего получится для начала нужно самые важные вещи сделать так здесь у нас есть это отверстие как раз таки думаю я не ошибусь открыть можно миланчиками подсказывают ты ничего себе папа не знал оказывается то можно открыть можно оттуда залить а это знаете для чего если вы хотите много залить сюда открыть и полностью заправить быстро а если вы хотите просто выдвинуть и добавить тогда у вас здесь специальное отверстие вот два варианта такой такой вариант какой вам будет удобно и тут есть максимальная метка на котором можно это все дело заполнять в принципе воды очень много заливается смотрите чтобы кофе вряд ли вы выпить и за весь день даже если вот придут гости тут большое количество воды я думаю это мне нравится уже не нужно будет по 10 раз бегать и заливать воду так по правилам написано поставить это включить все яночка подключил машина включилась сзади все подключено вроде как так и давайте мы здесь на смотрите напишется сразу машина предлагает выбрать какой язык у нас будет сейчас давайте выберем только где именно будет это в какой полоске должно быть верхней вот так на надо нет где она должна находиться посерединке или вот на первой линии на вот на первой линии тогда ну а там еще сказали что нужно какую-то тару потому что сейчас мы доставим такой стаканчик здесь будет вроде как с так система воды порожнее что-то на бозью грача вода украинские поставили так сейчас назад меню сейчас подождите ну ладно мы переделаем посмотрим как на русский язык это сделать но мы поставили украинский язык горячая вода будь ласка зачекайте кто знает украинский скажите что нам говорит эта машинка так машинка замолчала но я напугалась там не отключил ничего все подключено все что ли ну-ка так же не трогай будь ласка позыгер будь ласка зачекайте смысле что вот хочет вот знал бы я сейчас что и надо про мивань я украинский язык такой этот смешно чуть-чуть машинка делает промывание но это я думаю правильно потому что заводская там это масло может быть или что-то в любом случае надо зачистить сейчас подождем так ваши напитки что-то заберите ваши а берите ваши напитки так ну допустим мы заберите свой напиток так окей а выберите блин вот как на русский язык то сделать его мы и не подожди на я не знаю нужно засыпать или нет вроде как типа сделал так а вот это выберите ваш напиток классный такой звук когда машинка начинает работать сейчас она делает вроде как экспресса посмотрим не перемалывает она просто оттуда немножко забирают вещь и пошел кофе а там нужно наверно задать еще какое количество заберите ваш напиток окей а там есть все наверно так это у нас все давайте так ну вроде бы все так это мы тоже убираем и давайте включим это по ходу дела знаете что когда машинка включается она всегда делает промывку что там какие то если остатки остались то она смывает а потом только вам делает или не знаем промывание видите или это кнопка промывание я нажимаю вот этот момент я еще не понял разберемся давайте мы разберемся продолжим и так мы разобрались посмотрели тут маленечко меню и и система значит такая здесь есть основные настройки это вот эти как вот звездочки и сюда вот заходите вверх-вниз тут есть язык обслуживания программные напитки если куда-то надо выйти но обратно выйти то тут есть escape и при этом когда вы вышли в основное меню вот этот escape служит еще и промывкой так что например на нажатие он будет мыть но когда вы лазите по меню это вверх-вниз и выход вот здесь вы можете выбрать например такие вещи как программные например напитки вот делаете окей выбирайте например экспресса и можете выбрать вкуса это какой будет у вас по крепости я думаю что это больше помол наверное или крепость вот и если это все у вас устраивает окей или просто в уходе так при выходе что нам нужно сейчас сделать нам нужно залить сейчас мы в этот контейнер зальем молочка и попробуем сделать какой-нибудь капучино еще здесь написано что нужно сделать 56 кружек аппарат будет шуметь довольно таки сильно потом потихонечку приноровиться в общем и шум будет все ниже ниже все залили все поставили после этого нужно будет подогнать вот так я думаю сделать наверно так если не ошибаюсь по-другому наверно не когда это дело выдвигается вот допустим делаем так мощность пенки да здесь выставляется насколько будет у вас пенка но слово мощность наверное не подходит это насколько она будет взбитая что ли мы правильно посмотрим как это говорится в общем чем круче пенку хотите тем ее прибавляет плотность плотность пенки да вот давайте поставим среднюю пенку здесь мы засыпем сейчас еще раз кофе это все дело не знаю что у нас выйдет пока просто тестируем смотрим как это все дело работает так и после этого нам нужно выбрать напиток что будем выбирать латте я хотел просто по высоте я не знаю или вот этот аппарат сам разберется на нужно наверное все таки этот не латте капучино да давайте сделать капучино дело поближе укажи что можно здесь может делать какао еще горячее молоко использовать вау как вы видите пошел красивый кофеечек да я думаю что вы не наливали ну да видишь так подошел нажал кнопочку ушел и тебе кофе варят посидел пришел забрал пошел сел и никаких запах да милана ага чтобы стоять наливать так это нужно будет вот так нормально я не знаю сколько это будет лить нужно будет как-то определить здесь еще мерку да потому что я не знаю почему так много наливали нужно будет на стройках задать наверное не знаю сколько тут должно наливаться так а почему молоко не сработало может быть мы выбрали американо вот капучино этому выбрали американо да да я думаю че там воды так много идет вот смотрите американо делается кофе и вода но при этом смотрите с пенкой пенка такая классная даже без использования молока уже пена получилась еще она такая плотников можно понюхать о прикольно глотнуть горячего давай мы сейчас сделаем другой стаканчик сейчас подожди сделаем лучше в зернах конечно чтобы там все уже было готово так давайте сделаем капучино а вот капучино это мамы ли американо точно сделали ну тестировать первый блин всегда будет комом ну в принципе не комом смотри какой пеночка делает классно да смотри горячий да да такая пенка классно получилось блин вообще прямо отсюда вижу плотность там вот эти пузырьков нету ложечка сейчас она и пускай сделала мачки сядь а то трясешь все прям кофеечек пошел четки не хватает только еще звука как идет дробление кофе дают вот смотрите как красиво мы еще стаканчики специально купим для именно кофе это потому что обычно стандартные стаканы так красиво сверху вниз как молоко шоколад молоко рукоятка на клин с для отмены так это что рукоятка для клин так ну все по ходу дела да сейчас я посмотрю пена прям классно такая сейчас попробуешь горячий просто я попробую чтобы не обожглась как будто я где-то в кафешке сижу в ресторане там прям вот это в ресторан ходить не надо вообще держи мелочке только горячее попробую вот я буду держать аккуратненько очень мы здесь тебе сделаем какао да тут еще сахара нету в общем получается очень классным при том что мы это делаем первый раз в принципе нету какого-то опыта и здесь можно посмотреть как это пена прям четко делается так может быть сейчас попробую сделать латы давайте еще один варианте к сделаем можно вот нет давай вот это сейчас кофе вот заморочка конечно я не знаю но там расходуется да да но все расходуется вот так вот ложечка и давай нажимаем миланчика вот это вот латы так подожди здесь рукоятка на клин закрыть нужно нет нет клин чистка рукоятка на клин а идет очистка система чистится от предыдущей пены а я понял смотрите да ну смотри допустим я кофе сделал да и ушел может быть я там через пять часов только буду пить кофе если в этой трубочке останется молоко все засохнет и понятно дело это уже неправильно если завершил работу нажимаешь вот эту рукоятку клин у вас просто идет чистка от молока все покажи просто водички идет чистка вот только после этого вот выберите напиток что следующий человек потому что может человек не хотел с молоком да так ну все теперь можешь выбирать но это так поверите регулятор плотности вот так еще раз выбери до латте макиято тут какой-то дринк меню еще есть красиво красиво но станет стакан так и хватит а нет нормально тут пены больше да сделал там в менюшке смотри вот видишь стоит 3 вот эти вот наверху три зернышко это может быть там тройную или двойную что-то такое на значение имеет надо будет почитать что это все это дело у нас готово выглядит вот таким вот образом смотрите пенка тут еще плотнее сделалось короче пеночка мне нравится примут как в ресторане еще и правильные стаканы взять чтобы там руки не обжигать да и там красиво еще все делается тут больше молока сразу ощущается вот это латте сюда только добавить сахар вот вам латте и видите пишет каждый раз что нужно очистить клин а почему кофе не очищается все это чистку сделали а вот это я не знаю чистку надо чистка вот когда мы закончили пить кофе я думаю что нужно тоже ополаскиваем потихонечку воду подтягивает все залейте воду зачем вот вижу машина все предупреждает если чего-то не хватает то у нас сразу вода вода вроде как есть это минимум машине не хватает все напишет залить и воду как просто молоко скопить просто молоко так просто молоко drink меню ну можно короче залить воды это все дело прочистить вот и мы это поизучаем как все работает посмотрим тут есть какой-то drink меню где вот прописано наверное как раз таки горячее молоко вот эти вещи в общем первое впечатление что могу сказать аппарат в принципе не шумные меню несложно и очень удобно воду заливать в принципе молоко также идет полностью чистка каждый раз очищается что подача молоко что сам кофе аппарат также это все дело убирается когда вам не надо залейте воду сначала должно прочиститься видите она мне не дает забрать нужно залить воды чтобы это все дело прочистить а только после этого вы можете убрать машинка видите не дает вот это это мне уже нравится и менюшка в общем очень удобно простая все в принципе заморочек здесь нет единственно мы сюда купим купим засыпем зерна так будет намного удобнее полностью засыпали нажимаете каждый раз от ложечкой добавлять не нужно так что с нас только лайк мы потестируем недельку реально вот как бы ежедневно будем пробовать все потому что за один раз столько кофе пить и смысла нету и ты просто не поймешь а так а когда проснулся с утречка прямо хочется кофе попить до дойти включить распробовать и тогда мы можем уже точно сказать насколько качественно это все происходит это все происходит дело я поняла что когда ты это только что сказал просыпаешься там кофе хочешь и чтобы не сами готовить там не охота делать чтобы машину включить да очень удобно да включил кроме того что это просто удобно вы не заморачиваетесь там с турками тут еще и вкусно готовится ну нереально сделать вот такой вот латте дома получить вот такую пенку это просто невозможно это даже если возможно насколько ты должен взбивать эту пену или покупать отдельный какой-то аппарат для взбивания в общем кучу всяких аппаратов в общем вот один аппаратом все делает сразу кнопочку нажал получил результат взял кофе и чик и пошел там смотреть телевизор или работать все готово и все делается очень вкусно подается под большим давлением так что получается хороший результат вы просто наслаждаетесь самим кофе очкам также мы еще будем делать детям здесь какао они очень любят какао и когда просто разводим кипятком там это не очень а тут выбрали горячее молоко да или чуть-чуть можно как пенку даже добавить с пенкой и будет да хоть просто горячее молоко даже сделал получится просто офигенно какао у нас вот милан очка едвина очень любит это мой отдельный ролик сделан на канал едвина как он будет пить милана какао в общем но все ребята ссылочка в описании полностью этой машины так что здесь ждите от нас еще обзорчики будем ее в общем тестить всем счастливо